По дороге в Мариуполь 12 марта, в осаждённой Мариуполь, пропала журналистка громадского телевидения Виктория Рощина. Позже было обнародовано спустя несколько дней видео, где она говорит, что её освободили и она не имеет претензий к российской стороне. Я предлагаю вам посмотреть это видео. Я Рощина, Виктория, журналистка громадского отрыва очень наследовала в составе гуманитарной колонны из-за пророжья Мариуполь. При проверке документов в Бердянске в моём телефоне были обнаружены фотографии российской военной техники, из-за чего я была задержана для выяснения обстоятельств. Кроме того, российской стороной мне было разъяснено, что поездка в Мариуполь опасна для жизни, поскольку он блокирован. В Бердянске мне было предоставлено жильё и питание, достойные бытовые условия. За это время боевых действий и акций протестов я не наблюдала. Претензий к российской стороне не имею. Действия вооружённых сил России с высокой долей вероятности возможно сохранили мне жизнь и здоровье. Призываю всех сохранять благоразумие и решать возникающие вопросы мирным путём. С нами на связи журналист громадского телевидения Анастасия Станко. Добрый вечер, Анастасия. Добрый вечер. Простите, что такой свет, но я в Киеве и здесь нельзя включать нормальный свет, потому что город в темноте, как и большинство городов Украины, те, которые в восточной, в северной и в южной стороне, особенно Украины. Вы все это время находились в Киеве или вы эвакуировались в столице? Я была в Киеве, я была также в Харькове на прошлой неделе, делали материал оттуда. Так что мы в Киеве и пытаемся даже выезжать в какие-то более тяжёлые города, населённые пункты Украины. Расскажите, пожалуйста, подробнее, что произошло с вашей коллегой Викторией? Ну, мне кажется, что история абсолютно понятна. Это видео, которое вы показали, видно, что оно записано, то есть Вика читает по бумажке. Это абсолютно, мне кажется, всем понятно и ясно. Она была, насколько нам известно, в Бердянске, даже в колонии у нас есть такая информация. Что делала Вика? Она пыталась узнать ситуацию в Мариуполе. Вы, наверное, знаете, что в Мариуполе очень тяжёлая ситуация. Сейчас там нет иностранных журналистов и журналистов общеукраинских каналов, только какие-то местные. И то они уже не освещают ситуацию, тоже пытаются выжить, как и все другие жители этого города. Это блокированного Вика хотела с гуманитарной колонной, которая никак не может попасть в Мариуполь уже много-много дней и привезти людям еду, воду, медикаменты и так дальше, попасть в Мариуполь. Как мы понимаем, её просто сдали люди, которые были в этой колонии, которые, понятно, симпатизируют российской власти. Я не хочу раскрывать всех подробностей, но это были представители церкви. Тоже какой-то шок из-за этого, что это так, но, тем не менее, такая ситуация. Вика сейчас в безопасном месте находится со своей семьёй. К счастью, она смогла выехать. Но я скажу, что это такая очень российская, понятная история. Я тоже в 2014-м попала была в плен в так называемую Луганскую Народную Республику. Вот их любовь тебя насильно заставлять говорить то, что они хотят, чтобы ты сказал, там по бумажке что-то прочитать, она вот 8 лет как бы не прекращается. Поэтому как бы всё понятно. По информации некоторых украинских изданий, людей из Мариуполя насильно вывозили на территорию Российской Федерации, даже отбирали там документы. Вам что-нибудь известно об этом? Есть, да. У нас тоже такая информация. Просто проверить всё очень тяжело, потому что связи с Мариуполем почти нет. Со многими родственниками, например, мать моей подруги тоже в Мариуполе была. Вот 14 дней, с ней не было никакой связи. И да, мы знаем, что там предлагали добровольно, в кавычках, ехать в так называемую ДНР и дальше в Россию. Кто-то сумел как бы отказаться от этого, кто-то нет. Но говорю, что очень тяжело проверить эту информацию с нескольких источников, просто потому что связи почти нет. То есть это какие-то смс-ки, которые приходят на третий день к родственникам или на четвёртый, или вообще не приходят. Люди даже не знают, живы ли их родственники. То есть это какая-то цепочка, ты узнаёшь через каких-то соседей. Это очень тяжёлая ситуация для тех, кто здесь. И кто не понимает, вот жив их мама, папа, сестра или кто-то ещё, или не жив. И тоже тяжело понять, а если они уехали куда-то даже без паспорта в Россию, где их тогда родственникам искать. И в этой ситуации очень многие сейчас украинцы и те, которые остались там. Вот у меня тоже родственники остались там. И мы тоже не до конца понимаем, что с ними и выйдут ли они вообще оттуда. Но часть Мариуполя контролируется сейчас уже русскими военными. И там мы знаем, что на камеру они дают людям хлеб. То есть всё это делается только под камеры. А удаётся вообще туда отвезти, как какие-то гуманитарные, гуманитарную помощь в Мариуполь? Украинская власть не может доставить вот этот гуманитарный конвой, который стоит в Бердянске. Он до сих пор стоит, он до сих пор не въехал в город. И мы понимаем, что скорее всего не позволят ему въехать. Но вот наш президент вчера говорил, что в Греции министр говорит, что он готов быть во главе этой колонны, в этого гуманитарного конвоя, чтобы завести людям какую-то еду, воду. Потому что, не знаю, знаете ли вы, но у них уже нет просто воды, чтобы пить. Даже я не говорю уже о Индии. И там люди с МСками просто прощаются с родственниками. Если они доходят, то не знают, завтра ли будут живы и просто прощаются с жизнью. И эта ситуация просто невозможная, на неё невозможно смотреть. Но всё, что делает украинская власть, это просто русские не пропускают. Не эту гуманитарную колонну, чтобы привезти что-то и чтобы вывезти людей. Вы знаете, что люди на своих машинах, у кого они остались, потому что город полностью разбит, машины также разбиты. У кого остались машины, на свой страх и риск пытаются проехать эти 10 или 15 блокпостов российских военных, чтобы попасть на территорию, которая контролируется сейчас Украиной. И они обстреливаются. Вы, наверное, тоже это знаете, что есть и погибшие, и раненые дети. Это ужасная история. Недавно мы снимали, что девочки ампутировали ногу после обстрела. Она ехала в этой колонне с личных автомобилей, чтобы попасть в Запорожье. Анастасия, я благодарю вас за то, что вы вышли с нами на связь. И я вам искренне желаю, берегите себя. Всего доброго. Продолжение следует...